И вот первая вылазка у нас в Ереване. Это экскурсия на коньячный завод Ной. И вот начался сборная экскурсия. Мы заплатили по 5000 грамм за взрослых. Яреки, 8 лет бесплатно. У нас пакеты с дегустацией. Ждем пока все соберутся и начинаем. Раньше на месте этого комбината была построена Иреванская крепость. Крепость построили в 591 году по приказу армянского короля Хосрёва. После чего была восстановлена персидскими ханами. А в 1865 году территорию крепости приобретает армянский купец Нарсес Тейрян. Первым заложивший основу виноделия и коньякоделия в Армении. И в 1877 году Нарсес Тейрян основал винный завод. Эти пушки из русско-персидской войны были найдены только 3 года назад в территории нашего комбината. А этим машиной подарок владелцу комбината. Это собрано как BMW V6. Та уже оригинал. Завод был в заброшенном состоянии, но все равно спирты охранялись были в старом угребе. Поэтому сейчас мы можем производить и марочные, и коллекционные. Все, что вы видите здесь, было найдено во время реконструкционных работ. Это ручная бомба. Перекачивали вино. В этих трех бочках хранится вино Мадера 1902 года. Ружье Таирова. Ему более 100 лет. Полумеханизированный паровой насос Шусто привез из Крым. В музее комбината размещен горельеф с картины Айвазовского «Ной спускается с горы Арарат». Ной со своими подопечными спустились с библейской горы Арарат и посадили в Араратской долине первую виноградную лозу, положив начало виноградарству и виноделию в Армении. Интересный факт, что первый раз постановку знаменитой пьесы Грибоедова «Горе от ума» осуществили именно в Ариванской крепости солдаты-декабристы в 1827 году, чем несказанно удивили самого Грибоедова, который в это время посетил Ариванскую крепость. Данная часть музея посвящена известному российскому бизнесмену царских времен Николаю Шустову, который в 1899 году приобретает Ариванский завод, испытывающий в то время значительные трудности и вдыхает в него новую жизнь. Мы идем в самый старый погреб со времен Шустова. В маленьких бочках выдерживается только коньячный спирт, а в больших бочках – вино. В погребе хранятся именные бочки с коньяком. Есть бочки для трех президентов Армении, есть бочка для внука Гуччи, а есть бочка для сына Александра Лукашенко. На ней так и написано – «Открыть в день свадьбы Николая». Мы находимся под землей 15 метров. И в этих бочках хранится вино, бочки ручной работы. А мы отправляемся на дегустацию вина. И вот нам дали на дегустацию портвейн 44-го года, крепленный 18 градусов. Аромат такой, насыщенный, сладенький, насыщенный такой. Ох, я любил в молодости портвейн, он такой классный. Портвейшок оказался классный, такой сладенький, вкусный, причем что он без сахара. В молодости я отбаловался иногда портвейн, но не таким классным, конечно же. Но раньше вместо американского посольства были даманские сады виноградники. Оттуда на Осликах виноград перевозили к армейнат. На улице было очень жарко, чтобы виноград не скис. А сейчас мы идем дегустировать коньяк. Согреваем с двумя ладонями. От температуры коньяк раскрывает весь букет вкусовых качеств. Бокал держим в левой руке. Это ближе к сердцу, чтобы дать все, найду напитку. Можете положить бокал в горизонтальном положении. Коньяк не выливается. По размеру бокала надо наливать столько, чтобы коньяк находился до края бокала и не выливался. Сейчас тут появляются обильные раскрыты. Смотри, у меня вылился. С французского они означают... А у меня нет, это реально. Берем одну, самую верхную капельку от середины и начинаем считать. За сколько секунд капелька стекает до массы блюда? Примерно столько лет к минуту. 5 секунд, 5-летний, 10 секунд, 10-летний. Пьем коньяк маленький милоградник. С фруктом и сухофруктом и шоколадом и сигарой. О, я забыл сигару. Какой это коньяк? Интересно. Провалился. Ты сейчас и накачаешься с моей порцией. На здоровье, с Новым Годом! Ну что, Ксюша, как тебе дегустация? Мне понравилось. Что, тебе понравилось? Дегустация или в целом экскурсия? И то, и другое. Да, интересно. Она часовая. Ну, как бы нормально. Мне понравилось. Вот у нас первый визит. Мы прилетели ночью, проснулись. В 11, в 10. И вот в 2 часа мы уже на экскурсии на заводе. Первое знакомство с Арменией, с Ереваном, конечно, начинается с коньяка. Вот и закончилась экскурсия на завод Ной. Мы подарили девушке-экскурсоводу шоколадку Аленку из Беларуси и магнит Беларусь-Полоцк. Она была очень довольна. И мы тоже. Вот это через дорогу, нам сказал таксист, это местная мэрия. Ну, такая красивая, из красивого цвета материала изготовлена. А мы идем с этой стороны. Это русский дом или московский дом, как нам тот же таксист сказал. Он на мини-экскурсию провел, пока мы ехали из отеля на завод Ной. Кстати, такси тут достаточно дешевое. Вот мы ехали, я ему 1000 драм дал. Мы ехали недолго, там километра два, но 1000 драм это 2 доллара. Представляете, это парк 2800-летия Еревана. Насколько это старый город и старая старинная страна. Церемония открытия парка состоялась 10 мая 2019 года. Парк полностью построен на средства благотворительного фонда «Семья Варданян». Автором проекта является Карен Варданян. Осуществление данного проекта обошлось в 5 миллионов 300 тысяч долларов США. Помимо строительства парка, благотворительный фонд «Семья Варданян» взял на себя обязательства по уходу к содержанию парка в течение следующих 99 лет. Такой знак висит именно вот в парке. Что бы это значило? А, я рассказал, то что нельзя в фонтанах плавать. То есть день ВДВ тут отметить уж придется так себе. И мы прогулялись по этой площади парку и приблизились вот сюда. Мы любим изначально, когда приезжаем в другую страну, первый там, ну или во второй день брать обзорную экскурсию там по городу, чтобы знать основные достопримечательности. Пока мы ее не взяли, потому что мы вот только-только приехали. Поэтому я не могу сказать, что это за здание. Надо будет покопаться в интернете, и я это все вам расскажу. С Новым годом! И мы на площади республики. Это центральная площадь и главный архитектурный комплекс Еревана. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа в неоклассическом стиле с отлетительными армянскими мотивами. Это правительственные здания первое и второе, музей истории Армении и национальная галерея, отель Мариот и центральное здание почты. Проект площади был выполнен знаменитым армянским архитектором Александром Томаняным в 1924 году. А также на площади расположен красивый музыкальный фонтан. Но при нас он не работал. Вот тут армянский Дед Мороз с армянской снегурочкой. Народу тут навалило сразу. А тут, похоже, загасили Деда Мороза. А нам надо узнать, где купить сим-карту для интернета. А я на улице увидел, где делают гранатовый фреш и решил попробовать. Небольшой стакан стоит 2500 грамм. Вот как это все происходит. Берется целый гранат. Хоп. Таким прессом. Вон полстакана уже накапало. Четыре граната, один стакан. Ничего себе. Это 300-500 грамм. Спасибо большое. И вот мне надавили вот сколько сока. Ох, какой такой гранат. Истинно, как будто гранат кушаешь. Очень вкусно. Рекомендую. И вот Ксюша идет уже, названивает, выкладывает. То есть доступ к интернету получен. Мы зашли в салон МТС, купили сим-карты яркие Ксюши. Одна сим-карта стоит 5 долларов. В ней 10 гигов интернета. Плюс безлимит на мессенджеры, соцсети. Также 1500 минут на все сети телефонные звонить по Армении и на российский МТС. Ну, все это лирика, а Ярика захотел поесть. И захотел поесть именно... Крылышки, картошку фри и надицы. И колу? Да. Сколько вы отдали? 8 баксов. И Яри собирается все это съесть сам. Вот наше первое ереванское заведение покушать. Кафе Уарташа называется. Там посоветовал хозяин нашего отеля, Михаил. Сказал, что здесь все очень вкусно, все очень качественно и недорого, что немаловажно. Нам пока принесли вот вино домашнее. Вон в таком кувшинчике аутентичном. Принесли меню. Я листаю. Ну, тут все понятно написано. И на английском, и на русском мальцом не смотрят, что они говорят. Давай позвони официанта, давай позвони официанта. Тут же все равно непонятно. Как непонятно, если все понятно. Официант, говорю, так засмеялся. Говорит, а я думал, ты понимаешь на армянском? Тем, говорит, еще не успел выучить. Принесли армянское меню. Я сижу втыкаю, думаю, что так и надо. Русского нет, а Ксюша русское читает и все понимает. За приезд, за Армению, за хороший вечер и вкусную еду. И вино стоит 2000 драм за пол-литра. За 54 доллара. Пока несут блюдо, нам принесли лаваш и соус. Типа аджики, что-то такое. И я не утерпел, решил все это попробовать. Ммм, соус такой классный. Мир острый, такой пикантный. Лаваш тоже вкусный. Нам принесли чашлычок из баранины. Вот идет баранина, а вот это пикантный салат. Знаете, вкусный, как шахварочки. Картошка. На гриле. Салатик с овощей. Ну, ждем довольно долго. Мне баранина понравилась. Очень хорошо приготовлена. Без всякого привкуса, который бывает, если я неправильно приготовил. Очень-очень вкусный. И сало баранина, и соус, и вот этот салат. Привкус такой дырка. В общем, на гриле, Ксюша говорит, готовили. Вот именно такой привкус, послевкус. Это вот классный. Ну, как тоже, типа печеный. Шашлычок из телятины. Каждый кусочек еще сдобрен сливочным маслом. Кусочек такой внушительный. Опа! Шашлычок из винилки. Презент вам из Беларуси маленький. Это магнитик. Спасибо. И наш шоколад Аленко. Все очень вкусно. Еще придем, если не первый день. Спасибо. Спасибо вам за обслуживание. Вам спасибо. Спасибо, что вы хотите к нам. А вот нам в ответ на наш подарок, нам принесли вот армянский сок кизил. Я такого ни разу не видел, не пробовал. Спасибо большое. Ммм, такой оригинальный. У меня нарвают сотни. Теперь у меня тоже есть вино. Мне понравилось все мясо. Телятину. Из баранины мне понравился больше. Говорю, как есть. И свинина, и баранина. Я даже не знаю, что вкуснее. Но баранина как-то она такая своеобразная пикантная. Ну, и вкусная все. Сок очень вкусный, очень вкусный. Спасибо. Вот вход в этот ресторан, называется Уарташа. Нам тут очень понравилось. Очень душевно, очень вкусно. Счет нас составил 18 тысяч драм. А еще нам дали шарик для Ярички. И вот вечерний проспект Еревана. Мы идем домой. Покушали. Очень вкусно. Хорошо пообщались. Киевси и нам поворачивать. Мне так нравится и люди все больше и больше. Так хочется с ними общаться. Такие добрые, такие хорошие. Правда. Дай бог, чтобы все такие попадались нам за эту неделю.